О пользе рыбы сегодня знают и взрослые, и дети. Большое содержание фосфора в этом морском или речном угощении самым благоприятным образом сказывается на работе нервной системы. Повышает работоспособность, устраняет вялость. Те, кто употребляет рыбу регулярно, несколько раз в неделю посещают так называемые привозы с живой рыбой. Речная рыба считается лучше, чем морская мороженая. Когда она поморозится один раз, потом разморозится другой раз, то, конечно, это живая свежая лучше. Живую рыбу покупаю не менее чем раз в неделю. В моем возрасте уже есть мясо, это вредно. Это холестерин, он совсем не нужен. Живая рыба вкусная, легкая. Ее всегда можно оригинально приготовить, поэтому лишний раз сходить за рыбой – это не проблема. Рыбу покупаю, стараюсь раз в неделю покупать. Но полезно чем? Ну, кальций. Ну, а свежая рыба, она все-таки полезнее, чем замороженная. Она не мороженная, не перемороженная. Свежая ей свежая. Считается, что живая рыба полезнее мороженой, пускай иногда и имеет не совсем приятный запах. В ней сохраняются питательные вещества. Она не утрачивает своей естественности и натуральности. Кто-то покупает ее на рынках и базарах, а кто-то, невзирая на довольно прохладную погоду, спешит на замерзший водоем. В приближении весны, когда рыба выходит на нерест, на ее ловлю вводятся некоторые ограничения в целях сохранения популяции и создания благоприятных условий для ее воспроизводства. В соответствии с действующими правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства в Республике Беларусь с 1 марта по 30 марта устанавливается запрет на всякий лов щуки обыкновенной. Данное требование, оно ежегодно устанавливается для обеспечения благоприятных условий для воспроизводства рыбных запасов, то есть для прохождения нереста щуки обыкновенной. Запрет вступает в силу с 1 марта. При добыче щуки обыкновенной в сроки, когда ее изъятие запрещено, вред, причиненный окружающей среде, возмещается нарушителем в обязательном порядке на основании такс, прилагаемых к правилам, а именно в тройном размере за каждый ее экземпляр, независимо от веса и размера. Таким образом, стоимость каждой щуки, добытой в марте, составит три базовые величины.